Болев клуб 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Спасибо. Я думаю, что папа Римский может быть доволен, что у него есть такой эмоциональный переводчик. Болев в клуб. Да. В каждой стране есть свои герои анекдотов. У нас это Василий Иванович и Петька, Штирлис, тёща, новые русские. А в Италии это папа Римский. И сейчас Ченце расскажет нам анекдот про папу Римского. Преего. Однажды папа Римский ехал со своим водителем по делам. Папа Римский очень спешил, а водитель ехал не спеша. И вот папа Римский решил поменяться с ним местами, нажал педаль газа и на большой скорости полетел дальше. За превышение скорости их, естественно, останавливает дорожная полиция. Но тут полицейский видит, что за рулём сидит сам папа Римский, отдает ему честь и пропускает. А второй карабинер и спрашивает, почему ты отпустил нарушителя? Да ты подумай, если сам папа Римский за рулём сидит, то кто же пассажир? Грацио, грацио. Действительно, папа Римский в Италии национальный герой. Римский в Италии национальный герой. Римский в Италии национальный герой. Сравните наши загары. Чувствуется, что человек всё время работает на море. Я знаю, что у итальянских мужчин, которые работают на пляжах Адриатического моря, существует своего рода какой-то конкурс. Да? Кто за лето больше охмурит по-русски женщин. Кристиан, как это всё происходит? А у нас существует классический вариант. Именно об этом варианте я вам сейчас расскажу. Дело в том, что это своего рода такой летний вид спорта среди пляжных мальчиков, то есть работников пляжа. Это преимущественно студенты, которые соезжаются с разных уголков Италии отдохнуть на море. И вот за каждую любовную связь с женщиной, каждому из таких мальчиков, начисляются очки. Доказательством любовной связи может служить чек из ресторана или отеля. Вот, например, самыми дорогими женщинами у нас считаются итальянки. Меньше всего очков присуждается за немок или шведок. И в конце пляжного сезона определяется абсолютный победитель по количеству набранных очков. Вот и всё. Кристиан, если не секрет, сколько женщин удалось тебе уже завоевать? Так сейчас ведь разгар сезона, и мне считать некогда. В итоге подведем осенью, как говорится, женщин по осени считают. Я тебе завидую и желаю успеха в этом интересном соревновании. Грацио. Спонсор программы – фирма Тур. Нам даже захотелось узнать, какие анекдоты рассказывают итальянские женщины. Это Клер. Грего Клер. Я хочу рассказать вам свой любимый анекдот. Было у старика отца три дочери – старшая, средняя и младшая. И вот решил он их выдать замуж. Всех троих одновременно. А так как он был старенький, а дочки молодые, его очень интересовало, как пройдет их брачная ночь первая. И они договорились о том, что по ролям у них будет слово «привет». То есть столько раз, сколько они будут близки этой ночью со своим мужем, столько раз с утра они скажут друг другу слово «привет». И вот утро, открывается дверь, спускается старшая сестра, видит отца и говорит «привет, привет, папуся». Тут открывается вторая дверь, спускается средняя сестра и говорит «здравствуй, папочка». Тут открывается третья дверь и влетает счастливая младшая сестра, которая кричит «привет, привет, большой привет» и два «привета» утром. Вот такие темпераментные женщины в Италии, такие они рассказывают смелые анекдоты про себя. Поля в клуб. Да. Путешествия пять дней по Италии, мы даже не спросили у нашего водителя Луиджи. Может быть, с ним была какая-нибудь забавная история. Луиджи, попробуйте восполнить этот пробел. Я итальянец, живу в Болонии и хочу рассказать вам эту грустную историю, которая со мной произошла. Она грустная, потому что я расстался с женой прежде всего. А произошло это так. Однажды я взял машину у своей жены, чтобы прокатиться. Но прокатиться-то я решил не со своей женой, а со своей любовницей. Мы решили поехать в Милан. Едем по хорошей автостраде, на большой скорости. Но мы, итальянцы, как известно, люди эмоциональные. И за скоростью, естественно, не следим. А надо сказать, что на наших автострадах, в тоннелях и под мостами, стоят специально автовелосы, то есть приборы, которые измеряют скорость движения автомобилей и фотографируют нарушителей. А на фотографии, следовательно, очень отчетливо видна и машина, и водитель, и номер машины. И вот через 15 дней моя жена получает по почте фотографию мою с любовницей и спрашивает, «Дорогой, а кто это?» Но я, естественно, начинаю все отрицать, говорю, это не я. А она говорит, подожди, как же тут? Все сходится, номер нашей машины. Это ты, кто-то рядом с тобой, и скажи мне, пожалуйста, кто это? В общем, она меня, естественно, влепила за трещину, как водится. Я делаю вид, что ничего не понимаю, все отрицаю. Жена уходит из дома, собирает вещи, забирает машину. Я в расстроенных чувствах. Чувствую себя, в общем, полным идиотом. Ничего не остается делать, и я иду к любовнице. Рассказываю ей все, как было, она спрашивает про жену, про машину. Ну, я ей как на духу говорю, ни женой, в общем, нет, ни машины. Машина-то ее была. В общем, она мне и говорит, «А ты мне без машины, дорогой, не нужен». Вот так я и остался без жены, без любовницы и без машины. Вот чего мне действительно жаль, так эта машина была. Классная. Вот так и езжу теперь холостяк, за рулем, вожу автобус. Место жены свободно. Я ищу, где она, моя половинка. Жду. Кстати, я должен сказать, что, по мнению итальянских автомобилистов, фотографии получаются настолько хорошими, что они готовы даже их покупать у полиции за 180 долларов, платя таким образом штраф. Спонсор программы – фирма Тур. Вы никогда не бываете абсолютно обнашены, ведь ваша кожа обладает тончайшим защитным покровом. Обычное мыло, очищая кожу, может нарушать этот покров, делая вашу кожу сухой и вызывая раздражение. Гель для душа Джонсонс PH5,5 очищает кожу, сохраняя ее природную мягкость. Ведь он обладает тем же уровнем кислотности, что и здоровой кожи PH5,5. Джонсонс PH5,5 в гармонии со здоровой кожей. Увидев, что в Италии тоже ловят рыбу, естественно, мы решили поинтересоваться у местных рыбаков, есть ли какие-нибудь секреты рыбной ловли. Джулиано, как ловите рыбу вы? Приндямо delle bottiglie di vodka. Водка? Водка. И по-итальянски водки, и по-русски водки. Да-да, кто пьет водку, тот розовый, как я. В общем, берем бутылку из-под они своей водки, привязываем и бросаем в воду. А всем известно, что рыба реагирует на низовый запах. Рыбка заплывает в бутылку, а обратно-то никак. Ну что, веришь ты? Окей. Си, си, верю. Верю, верю. Чи кредили? Си. Я не знаю. Нет? Нет, не секрет. Джулиано, а какую самую большую рыбу вы поймали? Э, угрошу пешек, скажи. Горошу пешек. Таких не бывает? Пиколино. Таких тоже не бывает. Кожи. А такие бывают. Мастер кожи. Кожино. Я думаю, что рыбаков всего мира объединяет то, что когда их спрашивают, какую рыбу они поймали, они показывают вот так. Поля в клуб. Да. Волю судеб мы оказались в монастыре. И поэтому, конечно, поскольку у нас были в клубе никогда не играли служители церкви, мы обрадовались возможностью, чтобы взять небольшое интервью у священника, у монаха. У нас в Италии проводятся чемпионаты по футболу даже среди монастырей, так как это очень популярная игра. И вся Италия знает, что в этом году выиграли черные, то есть именно наши команды, а черные потому, что мы играем в черных рясах, а в других монастырях играют в синих, в красных, в зеленых, в белых рясах и так далее. А в рясах мы играем потому, что в майках и трусах нам играть нельзя. Максимилиана, а где играете вы? В нападении, в защите, вратарь? Я играю в нападении, и в этом сезоне я забил пять мячей. Чинка гол? Да. Отлично, я поздравляю вас с таким успехом и хочу спросить наших телезрителей, вообще правда все то, что мы вам рассказали, или нет? Спонсор программы фирма Тур. Ну, а сейчас мы начинаем конкурс финальных вопросов для вас, дорогие телезрители. Того, кто правильно ответит на все вопросы, ждет маленький сюрприз. Итак, наш первый вопрос. Верите ли вы, что самая первая газета в мире была издана в Венеции? И получила она свое название в честь мелкоразменной монеты Венеции «Газета», за которую ее можно было и купить? Это действительно так? Газета произошла от газеты. Верите ли вы, что итальянские специалисты установили, чтобы у женщины была красивая форма груди, необходимые ежедневно 15 минут ползать на четвереньках? Это неправда, но так обычно шутят на итальянских плязах. Верите ли вы, что мороженое в Европе появилось благодаря венецианскому купцу Марко Поло? И мороженое, и спагетти. Все появилось в Европе благодаря Марко Поло. Верите ли вы, что в итальянских соборах установлены новейшие технические средства? И поэтому исповедоваться можно прямо по телефону. Причем удовольствие это стоит не очень дорого, всего лишь 500 лир, что на наши деньги полторы тысячи рублей. Алло, можно исповедоваться? Конечно же, это шутка, это просто телефонный экскурсовод. Это знаменитые итальянские виноградники. Правда, виноград еще не созрел. Наш вопрос такой. Верите ли вы, что в Новый год с боем часов каждый итальянец съедает по 12 виноградин? Это действительно так, потому что виноград в Италии это символ богатства и счастья. То, что родиной фаянсовой посуды является Италия, мы узнали в старинном городе Фаэнса. Экспозицию музея которого, Международного музея Фаэнса, вы сейчас как раз и смотрите. Удивительные свойства глины позволяли здешним мастерам делать по тем временам очень красивую и прочную посуду. А вопрос наш такой. Верите ли вы, что в этих кувшинах хоронили деньги? Это правда. До сих пор в церквях Италии такие кувшины стоят для сбора денег. Верите ли вы, что в каждом итальянском городе русский турист может увидеть кусочек московской кремлевской стены? Это действительно так. И одну из таких стен вы сейчас как раз и видите. Но чем не Красная площадь? Верите ли вы, что в Италии для того, чтобы отправиться в лес за грибами, необходимо сдать экзамен на знание грибов, получить лицензию, собирать грибов не более полутора килограмм и только по понедельникам и по пятницам. Потому что в субботу и в воскресенье грибы в Италии отдыхают. Это действительно так. И я бы очень хотел, чтобы наши грибы росли в Италии. Тогда бы они отдохнули от наших грибников. Верите ли вы, что раньше в Италии газеты печатали на картоне, чтобы на море при сильном ветре их было удобно читать? А это действительно правда. Верите ли вы, что великий Леонардо да Винчи любил вытирать кисточку о свою длинную бороду? Это неправда. Он этим никогда не занимался. Вот в таком живописном месте мы задаем вопрос, связанный со знанием итальянского языка. Верите ли вы, что слово «сортир» по-итальянски означает «уличный туалет»? И правильно делать, потому что это сущий бред. Это был наш последний вопрос. А теперь о главном. Если вы правильно ответили на все вопросы, то вам самое время собираться на отдых в Италию. Блев-клуб. Да. В одной из ближайших программ Блев-клуба вы увидите вопрос, связанный с тем, что сейчас происходит на экране. Такой праздник нам удалось увидеть в городе Фаэнса. На центральной средневековой площади города проходят увлекательные соревнования по искусству владения флагом. Размеры флага не меньше квадрата со сторонами метр на метр. И жонглировать ими достаточно тяжелое удовольствие. Сначала соревнуются одиночники, затем пары, а в финале команды из шести и двенадцати человек. Насколько это красиво, судите сами. КОНЕЦ 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 Италия удивительная страна, и здесь, на мой взгляд, рождаются удивительные вопросы. Ну, например, верите ли вы, что мэр города Брезигелла, Тициана Самаро, который сидит рядом со мной, знает всех своих жителей в лицо? Это действительно так, потому что жители в этом небольшом городке, который является своего рода душевой области Эмилия Романио, три с половиной тысячи душ, и он действительно знает всех в лицо. И сейчас я обращаюсь к господину Тициана Самаро, чтобы он рассказал какую-нибудь забавную историю из своей мэровской жизни, так, по-нашему. Я действительно являюсь мэром нашего небольшого городка Брезигелла. Меня избрало почти все население нашего города, поэтому мы знаем друг друга практически в лицо. Поэтому они считают, что мне можно звонить практически в любое время дня и суток и делиться своими проблемами. И вот однажды в три часа ночи раздается звонок, и какая-то синьора кричит мне в трубку о том, что какие-то лошади топчут ее огород и пасутся в ее поле перед окнами ее дома. Я ничего не понимаю, три часа ночи, я хочу спать, я говорю, извините, пожалуйста, я вам ничем не могу помочь. Но женщину не остановить. Она трещит в трубку о том, что там какие-то лошади топчут, какой-то огород, и их срочно нужно убирать. Я не знаю, что делать, я кладу трубку, она опять звонит, потом я опять бросаю трубку, она опять звонит, это продолжалось до самого утра. Я не спавший, звоню карабинерам и говорю, пожалуйста, выручайте, я не знаю, что делать, нужно спасать либо женщину, либо этих лошадей, срочно езжайте туда и что-то делайте. И вот, раннее утро, к дому, значит, этой несчастной синьоры подъезжает отряд карабинеров, собирается толпа звак, и все видят такую картину. Карабинеры, как заправские ковбои, пытаются оседлять лошадей, запрыгивают на них, падают, запрыгивают снова, опять падают, ну, в словом, там через час, наверное, они где-то выгнали этих лошадей. И с тех пор карабинеры, поступая на службу, вынуждены проходить курс верховой езды. Ну что ж, я очень рад, что в городе Брезигелла и мэр этого города, и представители полиции знают, как укращать диких лошадей. Спонсор программы фирма Тур. Верите ли вы, что в соборах Италии бывают свечи, которые выше меня роста? И вот, действительно, мы находимся рядом с такой свечой, а рядом с ней находится хранитель собора в Парме, сеньор Марио Галла, который расскажет удивительную историю о том, как он не разрешает снимать туристам в своем соборе. В нашем соборе висит объявление, что у нас фотографировать нельзя, но все равно, туристы есть туристы, и каждый из них спрашивает, можно ли сфотографировать. Но так как правило есть правило, я нашел свой выход. Я делаю вот так. А когда я закрываю глаза, то чаще всего я слышу, конечно же, щелчки фотоаппарата. А кто не понял, я не виноват. Вообще, во многих соборах Италии снимать нельзя, но благодаря сеньору Марио Галла у нас что-то остается на память. Приятно даже в далекой Италии встретить соотечественника. Жанна, вот сколько лет вы уже живете в Италии? Пятнадцать. Ну и как вам нравится жить в области Эмилия Романи? Вы же именно здесь живете? Да, да, мне очень нравится, но я тоскую по России. Ну я думаю, что это удел всех, наверное, русских людей, которые живут за рубежом. Ну, наверное, вы как никто должны знать, каким быть итальянские анекдоты, тем более, что мы сейчас их услышим без переводчика. Какой-нибудь итальянский анекдот на русском привычном языке? Один человек снимает квартиру. Хозяйка спрашивает, а дети у вас есть? Нет, нет, детей у меня нет. Ну хорошо, можете въезжать. Даже можете сегодня въехать. К вечеру приезжает грузовик. Полная барахлишка. Начинаю сгружать, а из грузовика выходят еще и дети. Хозяйка спрашивает, а это кто? Это же дети. Почему вы меня обманули? Какие-то дети, это сволочи. Как выяснилось в Италии, анекдоты любят даже рассказывать дети. Вот сейчас мы послушаем один детский итальянский анекдот. Одна нищенка постучала в ворота виллы и попросила чего-нибудь поесть. Богатая синьора спрашивает, миленькая, вы вчерашний хлебушек будете? Ой, так есть хочется, что и вчерашний можно. А вот тогда и приходите завтра. Вот такие забавные анекдоты знают итальянские дети. Это был наш последний итальянский борзолетто, то есть анекдот. Я думаю, что за то время, которое мы провели вместе, вы еще больше полюбили Италию. Ее удивительные по красоте города, ее гостеприимные для отдыха курорты. Кто-то из древних, а значит из мудрых, сказал, что хорошо знать и понимать какую-либо страну, это значит хорошо знать и понимать ее людей. Сегодня были очень веселые и забавные итальянцы. Блевклуб и Италия прощаются с вами. Всего вам доброго, до новых встреч. Ари Ведерчи, синьоры. Чао! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»